У нас с наукой случилось некое несчастье. Ее поступательное развитие оборвалось приблизительно 10 или 15, может даже 20 лет тому назад. И сейчас нам надо думать о том, как восстановить научный потенциал России, и как войти в мировую науку. Дело в том, что то, что случилось, это не случайное явление. Вообще то, что сейчас мы живем в эпоху величайших перемен, до конца плохо осознается людьми. Я сделаю краткое введение того, что сейчас происходит в мире по главному параметру. Как развивается мир. Мир развивается на основе вот этих графиков. Это самая главная картинка. Как развивается мир за последние 4 тысячи лет. Он развивался по восходящей кривой, в логарифмическом масштабе. 100 тысяч, 10 тысяч миллионов людей. Вот мы находимся здесь, 6 миллиардов. И в исторически ничтожный период, меньше 50 лет, мы находимся вот в этой точке, население мира переключается на горизонталь. Когда вы показываете такую кривую физику, первое, что ему приходит на ум, это правильная мысльность, это фазовый переход. Было развитие, взрывное развитие, расходящееся развитие, которое прерывается. Это весь мир за 50 лет меняет парадигму своего развития. А к этому развитию он шел миллион лет. Вот это внезапность этого перехода. Миллион лет нам хотелось больше людей, больше детей, больше денег, больше оружия, больше всего. И вот сейчас это развитие оборвалось. Вот это то, что оборвало нашу страну. Почему развалился Советский Союз, с моей точки зрения? Почему произошла даже Первая и Вторая мировая война? Мир не справлялся со своим развитием. И пытался решить его старыми способами. А мир развивается по собственным законам. И этот закон привел к этому делу. У меня нет сейчас возможности подробнее об этом говорить, но я покажу просто несколько кривых. Мы отличаемся очень сильно от животных своей численностью. Если нас было бы как обезьян, нас было бы 100 тысяч, как волков или медведей. А нас ровно в 100 тысяч раз больше. 6 миллиардов. Поэтому никакие животные законы о нас не распространяются. За исключением того, что мы едим и размножаемся точно как они. Это график скорости роста человечества. Вы поняли масштабы этого дела. Вот как она растет в миллионах в год. Вот сейчас мы находимся где-то здесь. Мы уже на спаде этой кривой. Максимум ее приходится на 95-й год прошлого столетия. Это провал обязанной Первой и Второй мировой войне. А караван, как говорят, идет. И развитые страны, и развивающиеся страны в одной коляске. Они вместе перетерпевают этот фазовый переход. И в этом смысле разница между нами очень небольшая. 50 лет это на фоне миллиона лет. Это не срок, о котором можно говорить. Что произойдет после вот этого критического перехода? Изменится возрастной состав населения. Это одна из самых серьезных вещей. Мы уже переживаем это сейчас здесь. Детей мало, стариков много. Это кризис современного развитого общества. Во всех развитых странах, несмотря на их богатство, не хватает детей, грубо говоря, одного ребенка на каждую женщину. И в России то же самое. Можно там торговаться о мелочах, можно развиваться маленькому всплеску, который у нас произошел в прошлом году. Но тенденция такая есть. Вот куда мы движемся. Вот мало стариков, людей среднего возраста и много молодежи. А вот через 100 лет картина будет совершенно другой. И вот это тоже заставляет менять образ жизни, образ мышления, образ развития людей. Вещи, которые мы мало себе представляем. Что это означает? Это означает, как изменится распределение рабочей силы. Вот сейчас мы говорим, что вымирают малые города, деревня теряет людей. Это общий процесс. Америка немножко зашла вперед в этом отношении, может быть, на 30-40 лет по сравнению с нами. Там полтора процента населения кормит всю страну, да еще экспортирует ножки бушу по всему миру. В производственной сфере занято 15% населения. А в мягкой сфере, сфере услуг, управления, здравоохранения, образования, всего остального, 80%. Вот это новый мир, в который мы сейчас вступаем. Нет ни крестьянства, ни рабочего класса, а есть такой вот средний класс. Вот это ставит перед нами задачу, какова роль науки будет во всем этом деле. Здесь говорят о культуре. Культуру бессмысленно рассматривать, не затрагивая проблемы науки. Потому что в конечном итоге культура – это и есть способ передачи науки следующему поколению. Я бы хотел, чтобы они думали именно в таких образах. И здесь надо понимать, как развивается наука в современном обществе. Мы обычно делим науку на фундаментальную, прикладную и производство экономики. Здесь время. Сто лет внедряется достижение фундаментальной науки. В прошлом году празднуло столетие написания труда Дарвина. Квантовой механике сейчас сто лет. Плоды её сейчас пожирает уже техника. Она требует мало денег, одну условную единицу. Мотивы – это познание. Ни деньги, ни доход, ни выгода, ничего. Следующая – прикладная наука. Она развивается за 10 лет. За 10 лет можно сделать новую машину, новое изобретение, реализовать достижения новых идей, которые вырабатывались в течение 100 лет. И за один год, если у вас хорошо налажено производство, вы можете его изменить. Вы делали там сноповязалки, вы будете делать автоматы. Вот и вся разница. Это делается за год, особенно если на вас нажимают. В одном случае у вас познание мотива, здесь польза, ну а здесь развитие и доход. Я бы хотел, чтобы эта диаграмма была бы у всех в голове, потому что вы видите, какие маленькие деньги тратятся на фундаментальную науку, и какие большие результаты из этого получаются. И временные постоянные здесь разные. Почему надо финансировать сейчас фундаментальную науку, чтобы через 100 лет она отдалась в 100-кратном размере. Вот это экономика современного прогресса. Что следующее мне хотелось бы сказать. Вот сейчас развитие русской науки должно нас вывести из этого вот кризиса. Первое, мы должны войти в мировую науку. Советская наука развивалась в таком замкнутом пространстве. Она имела контакты со внешним МИДом, кстати, больше даже, чем сейчас, как это ни странно. Но, тем не менее, она была замкнута. Ваш район вообще был закрыт, Перемский город. Он был весь посвящен оборонке. А образование наше оказалось на очень высоком уровне, до сих пор держит марку. Я 35 лет возглавлял кафедру физики, физтехи, который поставлял кадры, которые воспринимаются в любой стране мира. Такие корпорации, как Google в Америке с многомиллиардным оборотом или Microsoft, имеют в своем руководстве много русских воспитанников. Это показывает все в совершенстве нашей системы. Зачем нам подражать каким-то провинциальным, я бы сказал, экспозициям, которые нам приводят в других странах, вроде ЕГЭ, я совершенно не представляю себе. У нас свой способ обучать людей, проверенный на мировом рынке. И это надо помнить, кстати, всяким реформаторам нашего образования. Следующее, о чем я хотел сказать, что у нас есть процесс инновации. Вот здесь трудности очень большие. Я скажу, что главное препятствие развития инновации – это не деньги. Сейчас наши финансы, я надеюсь, что и большой капитал одумается. Наш главный враг инновациям – это наша бюрократия. Монополизация, власть, которую люди получают через инновацию в обществе и так далее. Это самое серьезное препятствие. Они продадутся иностранцам. Таких примеров сколько угодно. Только чтобы не делать у себя, если это не дает им непосредственной наживы. Я мог бы об этом много историй рассказать, и своих, и чужих. Это нам тоже надо помнить. Но эта задача уже политическая. Как бороться с бюрократией. Сейчас у нас бюрократов в четыре раза больше, чем это было до этого. Потому что это видно из той кривой, которую я вам показал, о занятости. И, кстати, мне говорили, я слышал это у управленцев из атомного нашего ведомства. Если бы им поручили делать атомную бомбу, они бы не справились в нужные сроки с этой задачей. И то же самое я слышал от очень ответственных руководителей американской науки. Что они бы потонули за своей бюрократией, и никакой бомбы вовремя не сделали. Такая вот фигура. В разных условиях, казалось бы. А враг один. Все успехи науки у нас и в других странах были основаны тогда, когда людям давался аванс. Все, кстати, исполнители нашего атомного проекта были молодцы, 40 лет, начиная с Курчатова, когда им поручили заниматься этим делом. Вот сейчас, если надо было сделать масштабное такое дело, я бы начал с того, что там не было ни одного человека старше 40 лет. А у нас, по-моему, с такими людьми никто считаться не хочет. Они могут и должны это делать, у них мозги еще работают. Вот это тоже, что мне хотелось сказать. И последнее, самое главное, что нам надо изменить приоритеты нашей науки. Нам надо входить в мировую науку. То, что наши специалисты сейчас уходят в другие страны, они по существу решают ногами те, что нужно было решать государственным образом. Во всех странах, кстати, и в Царской России лучших наших студентов, молодых ученых отправляли на 2-3 года в Европу для приготовления, как они говорили, тогда к профессорскому званию. Туда посылали доцентов, они обучались, как говорят, на профессора, они приезжали обратно и так обучались дальше. Этот путь прошел Павлов, Менделеев, многие другие лица самого первого уровня мировой науки. И это естественный процесс. Вот это и есть то, что нам нужно сейчас восстанавливать и придать этому какой государственный способ. Большое внимание этому делу уделяют. У меня нет времени рассказывать подробнее об этом деле, но в 89-м году я был в Америке и говорил с руководством Стэнфордского университета, как раз там, где золотая кремниевая долина. Он мне сказал, что в Америке работает и учится 40 тысяч китайцев. Русских было 200 человек. Сейчас там много сотен, десятков тысяч уже русских специалистов. И кто-то говорит, что американские университеты – это такое место, где русские ученые обучают китайцев. Но китайцев сейчас там 150 тысяч. Вот вы сопоставьте эти цифры между собой. Вот это главное, что мне хотелось сказать. Интеграция в мировую науку, опора на собственные силы в области образования и соответствующим образом открыть экономические, правовые и другие способы, чтобы избавиться от того давления бюрократии, контроля государственных средств над изобретателями, над теми, кто готов к инновации. И последнее. Все инноваторы, они против. Они против сделанных раньше машин. Начальство их, конечно, дураки, уже вырвавшие из ума старичьё. Не будем их служить. Будем делать по-своему. И они добивались результатов. И, кстати, в этих же бумагах бродят и люди с политическими мыслями. Поэтому инновация – это нельзя рассматривать её вдали от инноваций в обществе. Протестные настроения у нас возревали в академгородках, в закрытых заведениях. Сахаров работал в самом закрытом месте, которое было в России, может, и в мире. И там он выношил свои, как говорят, юридические мысли. Хотя путь его был очень сложен и неоднозначен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова